видео будет показано модуль 1 модуль вот этого архитектурного элемента рисунок полностью готов и будем сейчас работать краской для этого я замешал такой такой колер очень хорошо работать на таком карнизе потому что сама форма карниза она уже помогает кисти не переходить тот или иной барьер вот эти маленькие сегменты треугольники такие черные вот и после высыхания притинки намного легче и удобнее и это логично и это так правильно кстати если что сейчас круглая кисть а не плоская с каждым разом движение она более оттачивается то есть они не могут быть печатно одинаково как это может делать машина станок или что-то еще так я думаю еще наверное здесь поставлю делаем такой легкий заворотик далее далее в дальней части у меня получается опись не сильно толстая но именно уже когда выходит на зрителя я тогда делаю нажим и опись делается сочной вот так вот он примерно выглядит приветствую дорогие друзья вот так вот выглядит композиция над которой я недавно совсем работал в этом видео я бы хотел показать как будет проводиться работа надо карнизом вот имеется ввиду вот этот такой архитектурный элемент декоративный а сейчас он у меня сделан до определенного момента и дальше мне необходимо его продолжить здесь я уже кое-что сделал карандашиком извиняюсь за дребезжание все я снимаю вручную поскольку штатива у меня нет стабилизатора тем более и это все не сильно удобно делать на лесах надеюсь вы с пониманием отнесетесь такому моменту техническому некоторая часть рисунка уже сделано вот и давайте сейчас разберем видео будет показано модуль один модуль вот этого архитектурного элемента и давайте смотреть у нас получается есть его высота и ширина соответственно вот эту высоту и ширину я применил к текущим моим размером так как у меня высота этого карниза около 15 сантиметров то соответственно у меня получилась ширина одного модуля 10 сантиметров то есть 10 на 15 соответственно связи с этими размерами одного модуля соразмерности его до ширины и высоты то есть пропорции модуля я сделал предварительную разметку по условленной части фронта работы который передо мной стоит еще вы можете увидеть здесь кроме ширины модуля в 10 сантиметров вы можете увидеть маленькие вот этим по два с половиной сантиметра это величины которые будут нам помогать в отражении такой как бы глубины данного модуля будет визуализация как бы легкое такое 3d простыми словами так ну что же давайте тогда приступим к рисованию как вот это все происходит вот тут я размечаю значит верхнюю часть одного элемента это у нас будет шапочка элемента это у нас боковушка теневая боковушка теневая далее точно также я делаю вниз можно подчеркивать это я делаю специально для вас но в данном случае в этом нет необходимости потому что сам рельеф карниза он уже мне подсказывает форму этого элемента далее делаем вот эти завертушки красиво сюда опускаем и здесь делаем вот такое колечко вот в целом все как у нас вот это выглядит давайте повторим закрепим подчеркиваем верхнюю часть делаем теневую теневые эти линии далее вот эту кучеряшку и круглую давайте еще один раз уже закрепим основательно я вижу там какие-то дребезжания не попадания в кадр сейчас чуть-чуть это дальше надеюсь там все попадает хорошо так теневые моменты да я забыл еще вот это для описи необходимо сделать так так давайте еще раз что-то у меня рука заскальзывает так надеюсь теперь все нужно попасть и так далее и так далее вот в принципе такой несложный рисунок такой несложный орнамент хочется еще добавить что в целом точность здесь не играет какой-то сверх важной роли потому что на последующих стадиях раскрытия и остальных скажем этапах работы красками то есть и 1 свет и 2 и притинки и в описи вот это все будет уточняться под общее прочтение всего орнамента всего карниза так но я думаю рисунок понятно как делать если будут какие-то вопросы и возможно у кого-то какие-то комментарии да если вдруг друзья кто-то знает как вот эти все архитектурные элементы называются пожалуйста сообщите в комментариях мне будет очень интересно узнать так друзья продолжаем работать с орнаментом вот у меня уже рисунок полностью готов и будем сейчас работать краской задача у меня стоит до угла сделать орнамент поэтому такой небольшой участок для этого я замешал такой такой колер вот он сейчас свежий и мокрый поэтому кажется по тону достаточно темным но на самом деле когда уже высохнет то все будет светлее также возьму для раскрытия такой вот кисть это синтетика вот и она достаточно такая большая вот эти сравнительно с пальцем я думаю тут сантиметра два с половиной так попробуем посмотрим вот так вот прямо можно красить так вот я снова набрал вот можно даже не растягивать вот как я здесь сделал кстати тут почему почему она так очень гладко потому что здесь на кисти была вода была вода потому что окунал я ее в колер первый раз и соответственно остатки воды в орсе остались и вот видите на фоне второго раза то есть здесь уже вода она как бы разошлась с красочным слоем и все стало более прозрачно когда уже вот вода из первого раза ушла и я второй раз окунул кисть в колер то видите он намного красочнее он намного насыщеннее намного гуще стал чем в первый раз вот эти все моменты оно очень красиво это можно все оставлять вот эти все движения они потом будут светиться под следующими слоями так мы продолжим так вот я снова набрал и и так густо густо беру все закрываю оно так очень фактурно все все очень красиво вот примерно как раскрывается вот это первый слой 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 так я снова набрал растягиваю ну и в общем так до до конца доводим все до конца вот так вот в этом состоит первый этап роскошь после рисунка вот это я уже там докрашу ну и после роскоши будем делать далее все последовательно первый свет второй описи притинки все как полагается чтобы у нас получился такой вот карниз как уже сделан над образом так друзья вот уже плинтус просох первый слой роскоши и придется делать еще второй немножко такой уплотняющий слой потому что за первым разом как надо было как необходимо было плотно закрыть не получилось так вот сейчас собственно добавляем снова я набрал кисть так и здесь уже особенное внимание уделяем тем участками те самые светлые было за первым разом за первым также хочется обратить внимание на то как работать со стыками то есть здесь очень важно не сильно перекрывать вот здесь в этом участке я уже зашел в принципе это ничего страшного в модуле как бы в конструкции всего модуля оно потеряется и не будет видно и понятно в чем там собственно было дело так ну и немножечко осталось так вот так вот так это будет просвечивать сквозь сквозь остальные слоя вот так еще немножечко осталось так ну и остается подождать подождать пока она высохнет так мне сейчас не очень удобно потому что я и снимаю и работаю поэтому я уже все мелочи буду делать это все за кадром и дальше продолжим работу над карнизом сейчас у меня роскрыш довольно таки плотно в каких-то местах села на рисунок и тем самым закрыла закрыла рисунок соответственно какие-то ключевые моменты мне необходимо сейчас активизировать вот и самые такие вот важные моменты я сейчас для себя обновлю то есть буквально такие вот намеки сделаю вот эти метки которые послужат ориентируем для последующей работы следующими колерами также внизу я намечаю так но я не буду вас утомлять всем процессом просто поставлю на ускоренный режим итак далее я беру темный колер темный самый темный тон и буду сейчас закладывать сначала вот такой вот линии общую очень хорошо работать на таком карнизе потому что сама форма карниза она уже помогает кисти не переходить тот или иной барьера то есть геометрия геометрия вот этого карниза ее ее форма она как раз способствует точному рисованию точной работе с геометрия точной работе с геометрия точной работе с геометрия точной работе с геометрия небольшие где нужно добавить темного тона темного цвета вот эти маленькие сегменты треугольники такие черные они как раз будут давать ощущение уходящего уходящего вдаль уходящего вдаль архитектурного элемента как бы такое ощущение маленького ощущения барельефа неглубокого барельефа так друзья кроме треугольных сегментов у нас еще есть круговые сегменты и вот их тоже необходимо вот таким вот образом обозначить хотя здесь я немножко спешу так я не знаю там видно не видно в камеру видно да видно отлично это как раз будет так вот показательно потому что здесь я поспешил тут надо сделать еще притинку притинку вот теневую сторону и уже дальше намного легче будет поверху притинки ставить вот эти темные окружности сейчас тогда я поработаю притинкой и так и так и так вот такой красненький цвет и им я обозначаю форму вот этого элемента форму элемента тем самым уже вырисовывается глубина этого архитектурного элемента вот и после высыхания притинки намного легче и удобнее и это логично и это ну так правильно можно будет делать вот эту темную окружность потому что благодаря такой логике последовательности очень хорошо после просушки притинки здесь хорошо будет ложиться вот это темное пятно у которого вот у формы которой окружности будут четкие края таким образом работа будет выглядеть чисто и аккуратно соответственно это один из один из аспектов один из аспектов значит грамотности ведения работы это очень и очень важно потому что все зависит от того как правильно вы выстроите процесс этапы работы над тем или иным участком если вы будете делать все правильно то тогда вам не надо будет переделывать если же что-то пойдет неправильно соответственно вам надо будет возвращаться перекрашивать, докрашивать и от этого будет тоже страдать и качество визуальное потому что работа будет выглядеть будет выглядеть сильно грязной сложной тяжелой а если делать все правильно поэтапно то соответственно все пятна все цвета все будет выглядеть легко прозрачно и чисто поэтому это как мне кажется один из самых важнейших элементов этапов работы работы на стенке да и в целом вообще любой работы я думаю поэтому обратите внимание на данный нюанс вот уже как-то читается силуэтно объем далее после того как высох слой притиночный можно уже сейчас поверху его четко нанести вот эти элементы окружности вот если бы я сначала их сделала потом притинку это было бы неправильно потому что мне было бы очень сложно притиночным слоем да и самим инструментом широкой кистью вы видели какой я работал сложно было бы четко обойти по контуру этой окружности а так оно совсем выглядит по другому и работать намного легче и приятнее кстати если что сейчас круглая кисть а не плоская для притинки я использовал плоскую овальную а это круглая а это круглая и отметить что здесь очень важна консистенция наносится все очень легко все в одно касание легонько так раз здесь то же самое раз и получается как бы такая легкая растяжка здесь делаем такие закоролючки сюда вот работаю кстати кисти плоская плоская немножечко овальная ну такая лопатка так и сверху подчеркиваем то есть снизу вверх идем движение такие подчеркиваем форму форму этого архитектурного элемента конечно легче работать не так как я сейчас сделал в комплексе намного проще и правильнее делать делать поэтапно то есть сначала сначала мы ставим например вот это движение и продолжаем его на последующих элементов ну или здесь уже то есть сейчас я работаю над движением руки и с каждым разом с каждым разом движение оно более оттачивается вот это как несколько десятков или сотню раз да в школе еще в той старой системе советской я помню я вроде бы еще сам застал когда нас заставляли очень много раз писать одно и то же предложение для того чтобы у нас лучше становился почерк и для того чтобы естественно нам все доходчивее вырезалось в голову что надо что не надо что хорошо что плохо вот и таким образом это движение на последующем участке становится все лучше и лучше далее я буду работать над вот этими кучеряшками и тогда тоже благодаря повторяющимся одним и тем же монотонным движением красота их силуэта движения становится все лучше и лучше конечно имеет место быть какая-то неточность то есть они не могут быть печатно одинаково как это может делать машина станок или что-то еще с другой стороны эта особенность как раз и подчеркивает ручной труд и создает живую вибрацию красоту теплоту при созерцании на на изображении будь то орнамент или пускай это там фигура будет неважно так далее мы будем делать вот эти движения снизу вверх и тоже получается если мы ставим внизу какой-то ориентир то начинается первый свет как бы горизонтально то есть общая имеется ввиду общая логика общее направление и если мы сверху приставим что-то то получается как бы акцент смещен именно на эту часть и вот этим этим же путем также также мы подчеркиваем форму то есть если бы мы одинаково распределили одинаковые движения одинаковые длины движения распределили все три то не было бы вот этого такого не было бы ощущения пластичности вот а так оно получается все жирненько все красивенько согласитесь не очень сложно да и замакиваем каждый раз для каждого отдельно замакиваем для того чтобы на первом движении было больше консистенции краски соответственно остаток после первого идет на вторую и немножечко еще остается как раз чтобы дотянуть третью так друзья продолжаем двигаться дальше сейчас я буду делать описи описи тоже пойду таким вот путем 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 конвейера операций то есть сначала я сделаю линии там горизонтальные вертикальные а дальше буду делать круговые 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 движения так я думаю еще наверное здесь поставлю так ну ладно посмотрим потому что круговой он будет как бы там специальные такие штуки всякие так сначала я сделаю верхние и точно также буду проделывать нижний ряд дальше я продолжаю выделять нижние части так здесь я так делаю потому что у меня внизу разгранка вот эта красная не высохла и здесь бывают моменты влажные то есть я боюсь размазать какую-то краску сушить не рекомендуется потому что все-таки этот карниз из пенопропилена не он просто может как-то деформироваться так что лучше я уж так не спеша но зато без потерь так далее я буду делать вот эти замечательные кудряшки буду подчеркивать форму описью так делаем вот так вот одним движением потом делаем такой легкий заворотик далее 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 можно оставить я думаю поделим еще на один этап сейчас я сделаю вот это движение везде на каждом модуле вот это неравномерность вот здесь например шире здесь уже оно тоже дает свой определенный вкус изюминку изобразительную такое такое потому что есть вот это чувство чувство рукотворности то есть оно не есть мертвое это как бы не в формах вылеплено все как-то вот ручным методом каждая 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 вот это архитектурная единица она как бы как бы независима как бы имеет свой характер индивидуальность в этом есть красота так далее я буду делать я буду делать притинки внутри этого элемента и постепенно будет уже выражаться форма и здесь также подчеркиваю в этом случае очень важен нажим нажим так имеется ввиду вот я начинаю на самой выпуклой части из ничего и нажимаю вглубь уходя как бы делая таким незатейливым движением саму форму из ничего я нажимаю здесь вот в дальней части в дальней части у меня получается опись не сильно толстая но именно уже когда выходит на зрителя я тогда делаю нажим и опись делается сочной сочной красивой это еще больше подчеркивается пластичность элемента пластичность формы и понимая логику вот этих моментов можно просто красиво делать в общем красиво писать благодаря небогатому инструментарию то есть тут у нас цвет линия графика но при этом издалека очень хорошо и убедительно выглядит в глазах зрителя практически уже готово еще остается сделать движки светлые части подчеркнуть и желтеньким вот такой ниточку проволокой что это такое как на образце древних памятников и так описи у нас и и и и и и и так описи у нас сделаны сейчас я буду делать еще ну главное главное направление описи сделаны еще я буду делать вот эти визуальные такие направляющие линии диагонали которые еще больше будут помогать зрителю видеть вот эту глубину эту глубину элемента кстати если вы заметили уже не так трясется и у меня штатив появился то есть картинка картинка стоит на месте так друзья осталось нести движки движки еще еще по-другому называют оживки потому что они оживляют оживляют и сейчас вы сами увидите как этот на первый взгляд незначительный элемент как он сильно оживит эту форму придаст жизнь это один из самых любимых моих моментов здесь здесь я уже не иду методом поэтапности или операции одной операцией то есть я уже весь комплекс делаю то есть тут уже не важно там хотя можно и делить на операции кстати наверно это как было бы было бы и лучше наверное я сейчас так и сделаю я уже не знаю это мы соблюдаем вот эту кривую которые я раньше упоминал Упоминал. Получается начинаем движение слева и списываем в правой части то не до конца. Таким образом у нас получается акцент на левой части фрагмента. То есть здесь теневая часть и здесь как бы мы стягиваем свет в одну точку. Ладно, я тогда скорее всего пойду методом операций. Сначала сделаю эти горизонтальные линии, я думаю так будет правильнее, а потом уже все остальное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее будем делать следующий элемент конструкции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее подчеркнем выпуклость формы вертикальными движками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, друзья, осталось сделать последний элемент. Вот это такая горизонтальная, как проволока, что ли, я не знаю. Вдруг, если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, как эта штука называется. Это желтого цвета, потому что она очень хорошо будет читаться на темном бедне. Делаю я просто горизонтальные такие линии аккуратно. Стараюсь сделать параллельную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Остается подождать, пока все краски высохнут. И нужно посмотреть в целом, как выглядит аромат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, дорогие друзья, вот что у нас получилось. Сделан уже весь орнаментальный фриз. До конца. Вот так вот он примерно выглядит. Спасибо всем за внимание. Пока-пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok